Музыка Принимать на своей территории совет ректоров заслуженное право и почетная обязанность. Тюменский государственный университет получил это право как вуз, активно выполняющий программу подготовки педагогических кадров. Сегодня в сфере образования это тема номер один. Мы все-таки предлагаем, сообщая, очень ответственно и продуманно выйти на формирование кластера непрерывного педагогического образования. Вот если сопоставимо вернуться к одному из первых моих слайдов, где я просто по уровням представлял сегодняшнюю систему, то хотелось бы в результате нашей совместной работы получить взаимодополняющую систему. Не столько конкурирующую между собой за ресурс, сколько конкурирующую в вопросах профилизации тех или иных направлений деятельности. Тюменский госуниверситет, который стоял у истоков педагогического образования в регионе, и сегодня является основой для формирования кластера непрерывного педагогического образования. В этом учебном году в расписании появились новые педагогические направления подготовки, а Тобольский и Ишимский вузы педагогического профиля вошли в состав Тюмгу. Собирательный образ преподавателя, представленный в докладе Алексея Райдера о состоянии и перспективах развития педагогического образования в Тюменской области, ректорам вузов понравился. Этот среднестатистический учитель помолодел, у него зарплата на уровне 34 тысяч рублей, есть перспективы для карьеры и улучшения жилищных условий. Вот только по-прежнему молодые учителя не спешат трудоустроиться по специальности. А потому с таким же вниманием на совете ректоров был заслушан доклад Вадима Самсонова, заместителя директора областного департамента труда и занятости населения. Он рассказал о реализации целевой программы профессиональной ориентации. Надо сказать, что в последнее время появилось немало современных способов продвижения вакансий, например, джоб-кафе или конкурс WorldSkills Russia. Кстати, Тюмгу первым отправил своего студента на этот международный конкурс. А в начале декабря планируется провести Всероссийскую научно-практическую конференцию по актуальным проблемам трудоустройства выпускников вузов. Олег Урлапов, Алексей Мойсов, Евразион ТВ. Для студентов кафедры таможенного дела Финансово-экономического института Тюмгу был открыт зеленый коридор. Ведь 10 тысяч долларов и оружия у них, конечно же, не оказалось. Зато было искреннее желание как можно больше узнать о своей будущей профессии. Эта экскурсия у меня первая в плане таможни посещения. Пока что экскурсия очень интересная. Хотелось бы узнать, конечно, побольше, как работают таможенники, что они используют, когда общаются с подозрительными личностями. Также интересно узнать о работе кинолога. Мною движет чувство справедливости. Я не хочу, чтобы нарушались законы государства, которые писаны, и которым должны люди следовать. Что находится в сумочках одногруппниц, будущие таможенники знают теперь наверняка. Чаще всего на экране монитора высвечивались косметика и лекарства. Быть внимательным и ответственным каждую минуту, конечно, нелегко. Но любая работа не в тягость, когда она доставляет удовольствие. В таможне нет мужчин и женщин, есть инспектора. То есть неважно, мужчина ты или женщина. Главное, ответственно и грамотно относиться к занятию. Но, насколько я заметила, больше наркотестами заинтересовались девушки. То есть они инициативнее, я так понимаю. Нарушений больше всего выявляется на рейсах из Средней Азии, на которых везут мясо, молочные продукты. Мне очень нравится моя профессия. И, как я уже упомянула, здесь нахожусь в аэропорту Рощи на работу с 95-го года. И мне кажется, я бы не хотела поменять что-либо в своей жизни. Служебная собака Берта стала настоящей звездой экскурсии. За лакомый кусочек сыра она с легкостью нашла портфель, в котором был героин. Вернее, запад героина, подчеркивают сотрудники таможни. У каждого кинолога своя собака закреплена. Всего у нас шесть собак на данный момент. Все стоят на поезде наркотических веществ. Ну, наркотики, когда находят, это у них связано с игровым методом. Они знают, что они из-за этого получат лакомство или игрушку. А людей, они сами у нас просто собаки у нас все добролюбивые. Как говорят, что они там всех кусают, кидаются, кусают. Вот такого у нас нет, у нас все собаки к людям привычны. Таможня, серьезные люди, строгий контроль. И только это шерстяное чудо не может не заставить улыбнуться. Мария Сильнягина, Николай Салдаев, телеканал Евразион ТВ. В финал регионального этапа конкурса вышли 20 молодых предпринимателей Тюменской области. Каждому из них предоставили 7 минут на презентацию своего проекта и несколько минут, чтобы ответить на вопросы жюри. Большой спектр номинаций позволил привлечь участников, начинающим свой бизнес в самых различных сферах. Я представляю компанию «Северок». Мы создаем вот такие сувениры. Они отражают образ коренных малочисленных народов Севера и являются визитной карточкой нашей области. Я представляю картинг-центр «Лайв Драйв». Наша фирма занимается прокатом картов. То есть это развлечение, это активный отдых. Наши основные клиенты – это очень широкая целевая аудитория. Это дети, начиная от 4 лет и заканчивая взрослыми. То есть те, кому интересен драйв, те, кому интересен адреналин, те, кто хочет утолить жажду скорости именно у нас. А утолить голод любителям сладкого решил помочь студент Финансово-экономического института Тюмгу Андрей Попов. Его проект «Молочный островок» уже не идея, а реальный бизнес. Кафе «Мороженое» под таким названием успешно работает в Тюмени с первого дня минувшего лета. Цель моего участия – показать себя, посмотреть на других, заявить, может быть, чтобы наша компания стала более популярной. Андрей одержал победу в номинации «Студенческий бизнес» и вместе с другими призерами конкурса будет представлять область на федеральном этапе, который пройдет в декабре этого года в Москве. Жюри уверена, что выбрала самых достойных. В первую очередь оценивается именно предпринимательский талант предпринимателя, прошу прощения за тавтологию, оцениваются финансовые показатели компании, насколько она динамично растет, насколько развивается. Ну и, естественно, такие показатели, как инновационность, социальная составляющая бизнеса, ну то, чтобы этот бизнес был полезен не только самому предпринимателю, но и все-таки какую-то пользу приносил в стране, городу, области, в зависимости, конечно, от уровня бизнеса. Конкурс «Молодой предприниматель России-2013» дал его участникам шанс заявить о себе и своем бизнесе сегодня, с тем, чтобы уже завтра они смогли претендовать на роль флагманов отечественной экономики. Татьяна Калиниченко, Николай Салдаев, телеканал Евразион-ТВ. Институт защиты прав предпринимателей – это относительно новая волна, которая была запущена с подачи правительства Российской Федерации. Сейчас сферу бизнеса стараются законодательно привести в порядок и сделать ее максимально доступной и открытой. Однако начинать всегда непросто. До сих пор многие полномоченные в регионах еще работают на общественных началах, не везде приняты законы. Но это, я думаю, что мы как-то отдельно еще соберем круглый стол или там сегодня в формате ответа и вопроса поговорим на тему, что такое институт, для чего он нужен, если, допустим, например, студентам будет интересно. Чтобы преодолеть эти трудности в начале пути, Тюменская область, Югра и Ямал заключили соглашение о взаимодействии. Это позволит совместными усилиями решать юридические проблемы предпринимателей, чьи сферы интересов не ограничиваются одним городом. «Свидетельство сегодняшнего мероприятия о том, что проводятся колоссальные мероприятия не только в Тюменской области, но и в Хмау-Янау по вопросам защиты прав предпринимателей, это, конечно, очень большой шаг для того, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно на нашей территории». На совещании присутствовали как квалифицированные юристы, так и опытные бизнесмены, не понаслышке знающие о проблемах, с которыми сталкиваются их коллеги. Как правило, из-за юридической неграмотности. Поэтому только всеобщим ликбезом можно поднять российский бизнес на новый уровень. Георгий Илаев, Алексей Мойсов, Евразион ТВ Ежегодно в нашей стране отмечается лицейский день, призванный напоминать ее гражданам о лучших традициях и высоких стандартах, существующих в истории российской образовательной системы. Не случайно этот праздник считает своим и коллектив гимназии при Тюменском госуниверситете. Мы нашли, что по оценке международных экспертов, педагогическая система царско-сельского лицея была признана одной из самых лучших в истории образования, в мировой истории образования. И мы попытались создать нечто похожее. И вот первый праздник, который там был, это, конечно, посвящение в лицеисты, посвящение в гимназисты. И приурочили мы его как раз к дню основания лицея. Это 19 октября, вот тогда 1811 год. Конечно, мы его сделали по-своему, конечно, несколько осовременили. То есть у нас появился и свой гимн, свои значки, какая-то своя атрибутика и процедура. И в 1998 году уже прошло первое посвящение, поэтому в этом году у нас уже 16-е по счету посвящение в гимназисты. В университетской гимназии учатся только старшеклассники. И нынешние новички – достаточно взрослые люди для того, чтобы выбрать образовательное учреждение не по принципу, рядом с домом. В плане уровня образования, то есть учителя настоящие профессионалы, ну, работают с каждым учеником, можно сказать, чуть ли не индивидуально. То есть легко находят общий язык, доступно преподносит информацию. Гимназия поможет нам реализовать наши цели, то есть поступить в престижный вуз. Да, то есть обеспечит высотой уровень подготовки в дальнейшей жизни, возможно, в карьере. Яркая концертная программа еще раз продемонстрировала весь спектр талантов, которыми обладают учащиеся гимназии при университете. На сцене Тюменского театра «Кукол» они танцевали, музицировали, пели и цитировали классиков. Чтобы жить честно, нужно рваться, метаться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и решаться. А спокойствие – душевная подлость. Но кульминацией праздника, конечно же, стала церемония посвящения. Десятиклассники получили особые значки и произнесли клятву новоиспеченных гимназистов, пообещав достойно нести это высокое звание. С этой минуты ребята стали частью гимназического братства, союза юных, талантливых и преисполненных надежд.